Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Рыднина отреагировала на новость о вручении повесток в военкомат фигуристам сборной России Дмитрию Алиеву и Макару Игнатову. Если рассуждать об этой ситуации в рамках закона, то Алиеву и Игнатову надо явиться в военкомат. Также этим вопросом должны заниматься прежде всего главный тренер фигуристов Евгений Рукавицын и, если есть, агенты. Какие в этом проблемы? Если они хотят решить все в рамках закона, то пусть берут повестки и идут в военкомат. На данную новость отреагировала прославленная советская фигуристка Наталья Бестемьянова, по мнению которой Алиев и Игнатов могут принести стране больше пользы, если будут заниматься своим делом. В такой ситуации мы должны задаться вопросом, что важнее для страны, чтобы мальчики, которые вообще не умеют воевать, пошли на фронт или продолжали выступать. «На мой взгляд, для страны было бы важнее, чтобы они представляли нас на спортивной арене», — поделилась своем мнение Бестемьянова. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о мобилизации. «Время сейчас тяжелое. И если пришла повестка, то это не значит, что тебя отправят на фронт. Может быть, было бы правильно, если бы все, в том числе и я, пошли и подготовились к возможной будущей ситуации. Я не вижу паники, чтобы убегать и прятаться. К сожалению, многие уехали. Я это не приветствую. Скажу за себя, я сейчас дома, в Новогорске. И если придет повестка, то я никуда не буду убегать. Я с удовольствием пройду обучение. Мы должны защищать своих детей и наше будущее. Это моя позиция. Хотелось бы, чтобы все ее услышали», — сказал Плющенко. Плющенко.